МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роман Калатухин, художественный руководитель, главный режиссер Театра Тихоокеанского флота. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. И Александра Пряха, артистка Драматического театра Тихоокеанского флота. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, я для начала очень хочу вас поздравить. Я помню, как мы с Романом в этой студии разговаривали и только еще мечтали, да, вы, об участии в данном фестивале. И вот оно свершилось. Мы видим грамоты, мы видим приз. Это серебряный витязь. Это один из главных призов этого фестиваля, замечательного международного. Мы о нем чуточку позже подробно расскажем нашим телезрителям. А сейчас, конечно, я хочу акцентировать внимание на том, что ваш спектакль принимали стоя. Расскажите, как все это происходило, насколько это было волнительно, интересны детали, подробности, нюансы. Ну, надо сказать, что для нас очень приятно было, что спектакль этот «Московская публика» приняла, что спектакль очень хорошо был отмечен критиками, которые отсматривали этот фестиваль, заслуженные награды. И самое интересное и приятное, конечно же, то, что, как вы уже сказали, спектакль «Московская публика» принимала стоя. Премьера этого спектакля состоялась здесь, в городе Владивостоке. И на премьере зритель тоже принимал этот спектакль стоя. Нас не отпускали и на первой премьере, и на второй. Тем более было удивительно, когда спустя месяц мы этот спектакль еще раз играли, и публика, которая пришла на этот спектакль, финал спектакля, опять люди встают. То есть что-то людей заставляет вставать. То есть дань уважения к актерам, которые играют этот спектакль, к теме, которые заявлены в этом спектакле. То же самое было в Москве. Но тут как-то все в более какой-то такой прогрессии произошло. Мало того, что зритель встал, аплодировал стоя. Но мне лично казалось, что это никогда не закончится. Это было очень долго. Потом актеры за кулисами сказали, что минут 15-20 публика просто… Это даже не овации. Это какое-то такое молчаливое, какое-то такое щемящее и в то же время торжественное. Вот эти аплодисменты. Это мои ощущения. Вот Александра… Для нас уже было таким, знаете, как потрясением такой прием. Потому что на самом деле, вот мы с Ромой работаем сколько? Больше 20 лет в театре. А такие моменты, они на самом деле не очень часто. Вот чтобы такой сильной отдачи зрителя, я могу вспомнить, но то, что я испытала на премьере этого спектакля, это, конечно, незабываемо. Потому что тогда понимаешь, что вот ты не зря живешь. Потому что это, ну, это так трогает за душу. И я аж растерялась. Ну, действительно, я хочу напомнить зрителям, может быть, тем, кто еще не видел этот спектакль, обязательно обязан его посмотреть, просто обязан. Это «Ночь Гельвера». Это сложнейшая тема. Мало того, что там есть трагедия одного человека, взрослого, но который в душе ребенок, да, так это еще и трагедия поколений, нескольких даже поколений людей. Роман, можно пару слов о спектакле, можно для тех, кто еще не знает, с чем вы ездили на спектакль? Еще раз хочу просто зрителям напомнить, что пьеса «Ночь Гельвера» — это пьеса, написанная польским драматургом «Ингмар Вилкваст». Это 38-й год, это история «Хрустальной ночи», это уничтожение евреев, душевно больных. Действие происходит в одной комнате, в одну ночь. Как рассказали нам все-таки московские критики, о чем этот спектакль, о чем я его ставил, о чем мы играем. Ну, слава богу, слава богу, на этот раз как-то совпало то, о чем мы этот спектакль ставили, и то, про что мы этот спектакль играли, да. Это не просто горячая тема, вот такая история интересная, где женщина воспитывает не своего ребенка, да плюс к тому же это еще и ребенок, который на 2-3 года младше этой женщины, и плюс он еще душевно больной, да. Это история о том, как зарождается вообще фашизм, о том, как он зарождается, вот как зарождается бытовой фашизм, и потом он выходит на уровень уже, ну, мирового масштаба. Мы всех зрителей, вот я говорю, я настоятельно рекомендую, в следующем году у нас будет юбилей, 85 лет окончания Великой Отечественной войны. И вот в этом году, этот год театра, мы всех приглашаем, у нас в воскресенье, 3 февраля будет спектакль, он в 15 часов, мы всех приглашаем еще раз посетить этот спектакль и посмотреть все-таки, что же там такого, неинтересное, неправильное слово, что же там такого важного в этом спектакле. Был такой тоже очень значимый, мне кажется, момент, когда на фестивале в Москве уже после спектакля к вам подошли те самые люди, которые напрямую связаны. Александра, расскажите, пожалуйста. Да, была супружеская пара, это москвичи, что еще больше поразило, потому что они же искушенный зритель, они много посмотрели спектакли в разных таких всеми любимых театрах, да, вот, и они были впоследствии на церемонии вручения Золотого Витязя, и подошли к нам с Романом и сказали большое спасибо вам за спектакль, мы, говорит, как же он сказал, мы, говорит, не поняли, где реальность, а где, мы, говорит, настолько ушли вот вместе с вами, вот в эту атмосферу, что мы даже не поняли, где мы. То есть это дорогого стоит, значит, мы что-то, значит, мы достучались до сердец, значит, мы правильно что-то делали, я думаю, да, что это очень высокая оценка. Да, мне тоже кажется, что когда вдруг в какой-то момент зритель забывает, что он находится в театре, он становится соучастником и настолько сопереживает, что вот, я говорю, ну, это, вот, Александра, это актриса, да, это, она исполняет главную роль, это роль Карлы, она не даст соврать, что в процессе репетиции те моменты, которые вот у нас, у артистов вызывают вдруг вот слезливость какую-то, я это называю, это Голливуд такой, да, вот, что вот сейчас зритель весь, я просто вот в категорической форме, нет, этого не будет, какая-то красивая мизансцена, ее не будет, это, это не настоящее, не настоящее, искали только вот, чтобы это было, чтобы это было про людей, про живых людей. Да, и вот если это получилось, да, то, что люди, которые были на спектакле, они вдруг понимают, что они, они вместе с нами проживают этот отрезок, спектакль идет полтора часа, от самого начала до самого конца, они становятся соучастниками, они находятся с нами в этой комнате, а даже не в комнате, это кухня, где происходит действие спектакля, вот это драма, да, это жизнь, это боль, это смерть, вот все, что происходит в этой кухне, они вместе с нами там, может быть, поэтому, насколько артисты честнее, вот, даже я не могу сказать, играют, играют это наша, да, играть это профессия наша. Это редкий материал, где нужно полностью отдаться, я не говорю о том, что какие-то другие наши роли, да, мы как-то спустя рукава выполняли свою работу, нет, это просто редкий материал, когда ты должен абсолютно полностью погрузиться, и плюс здесь, что очень важно, полтора часа идет спектакль, ты не выходишь со сцены вообще, нужно грамотно рассчитать и эмоциональные силы, и физические, потому что там очень много таких, таких тяжелых сцен, где нужно держаться. Режиссер создал такие эти сцены, замучил бедную актрису. Чтобы зрителя держать в постоянном каком-то напряжении, да, и внимании, нужно очень, как бы, дойти от начала до конца. В общем, подытожив эту историю, да, спектакля, я думаю, что зрители должны сделать вывод и обязательно сходить на этот спектакль. Тем более, я повторюсь, это серебряный призер замечательного фестиваля «Золотой Витязь». Вот, к слову, хотелось бы, конечно, и о нем рассказать зрителям. Это фестиваль международный, масштабный, не только театрального искусства. В общем, Роман, вам слово, расскажите о нем. Ну, просто вкратце скажу, что много лет назад, где-то около 20 лет, это народный артист России Николай Петрович Бурляев, ну, можно просто так сказать, придумал международный фестиваль. Это был, сначала это был кинофорум, он пытался собрать лучшие фильмы, которые, по его мнению, да, отвечают его, наверное, каким-то принципам человеческим, культурным, профессиональным девизом его, наверное, вот этого отрезка пути, вот этой истории всего театрального фестиваля и вообще, как бы, вот всего «Золотого Витязя». Это фраза Николая Васильевича Гоголя о том, что самый главный бой сейчас начинается, это бой за душу человека. И он со сцены, где бы он ни выступал, призывает зрителей приходить в театр, приходить в кино, смотреть хорошее, качественное кино и бороться, таким образом спасать и свою душу, и бороться за душу человека. И вот в этом году, вернее, не в этом году, а уже в прошедшем году, Да, в 18-м году состоялся 16-й международный театральный форум «Золотой Витязь», на который за полгода до этого я, после того, как мы поставили спектакль «Ночь Гельвера», мы отсняли этот спектакль на видео и подали заявку для участия. Потом ждали отборочный тур, прошли, было отсмотрено очень много спектаклей, как мне сказали, где-то около 100 с лишним спектаклей было отсмотрено. Были предложения там и из Англии, и Германия присылала, и Польша, и Болгария. Но вот в 18-м году на этом театральном форуме присутствовали спектакли. Это Армения представляла, это Украина и, господи, вылетело из головы? Сербия. И Сербия, да, и Сербия. Интересные спектакли. Украина представила пьесу нашего русского драматурга, все-таки, я думаю, русский драматург, Николай Васильевич Гоголь, это Тарас Бульба. Но что забавно, они Тараса Бульба перевели с русского на украинский, и сыграли этот спектакль. Хороший спектакль, говорят, получился, к сожалению, мы не видели, потому что программа фестиваля очень насыщена, хотелось и там посмотреть, и туда сходить. И поучаствовать успеть. Да, и надо было и поучаствовать, да, самим. Вот. Ну и итог фестиваля, который был по большому счету для нас, ну я честно признаюсь, когда едешь на фестиваль такого уровня, когда видишь программу фестиваля, причем программа фестиваля, когда мы узнали, кто участвует в фестивале до последнего, грубо говоря, до последнего. Вот нам 28 ноября мы вылетали в Москву на фестиваль, открытие было 6 декабря, пардон, 27 ноября мы вылетали из Владивостока в Москву, 28 официальное открытие фестиваля. И вот буквально там где-то 26 или 25 ноября я только мог иметь возможность посмотреть список, кто участвует. Интрига, да? Да, такой неожиданный. Ну то есть там до последнего какие-то отборочные были моменты, потому что фестиваль этот некоммерческий, он только за счет тех денег, которые выделяет государство, а надо так, ну скажу просто тайну открою, на фестиваль такого уровня государство выделило, вы сейчас будете смеяться, миллион 720 рублей. Неожиданно. Вот, да. Видимо после этого просто подумали, решили все-таки объявить год театра в России, что надо все-таки театру, да, и вообще культуре в России помогать. Но тем не менее фестиваль состоялся, фестиваль проходил на разных площадках, драматический театр Тихоокеанского флота выступал, давал свой спектакль на площадке театра на Покровке, это театр Сергея Арцебашева, небольшой зал, театр был представлен как малая форма, зал вмещал 80 человек, и там несколько приставных стульев, 86 человек присутствовало в спектакле. Всего лишь это очень мало. К сожалению, да, но с другой стороны, с другой стороны, приятно было то, что вот мы видели, что там есть такая табличка, мест нет. А люди хотели. А люди хотели попасть на спектакль. Ну вот я так пока никому об этом не говорил, но разговор потом вот с критиками театральными говорили, да, они говорят, что неплохо было бы этот спектакль, чтобы афиша вашего театра и вашего спектакля появилась на театре студии Петра Фоменко. Это было бы очень здорово, это было бы и вам престижно, и вообще неплохо было бы для театра Петра Фоменко такой спектакль. Вот надо было бы вам привезти и показать там. Супер. Это такое было предложение, это пока только планы. Но тем не менее разговор об этом был. 6 декабря мы отыграли этот спектакль, получили аплодисменты от зрителей. 9 декабря нас пригласили на пресс-конференцию, посвященную закрытию фестиваля, на вручение бронзовых витязей и дипломов фестиваля. Роман, это очень интересная отдельная история. Нам вот сейчас нужно сделать небольшую буквально паузу, это будет небольшой интригой, и в следующей части нашей программы мы узнаем, как вручали приз на фестиваль «Золотой витязь» театру Техокеанского флота. Мы сделаем небольшую паузу, не переключайтесь, оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Роман, я вас немножечко перебила, мы были вынуждены прервать наш интересный разговор, и я хочу продолжить. И у нас вот есть сегодня и серебряный витязь в студии, и дипломы. Покажите, расскажите о них. 9-го числа нас пригласили на пресс-конференцию, посвященную закрытию фестиваля, вручению бронзовых витязей. Странно было так слышать, что 9-го числа мы вручаем вам бронзовые витязи и дипломы участников фестиваля, а 10-го числа в палатах храма Христа Спасителя будут вручены серебряные и золотые витязи. Вот мы 9-го числа… Разделение такое. Да, такое разделение. 9-го числа мы с директором отправились на эту пресс-конференцию в дом актера и вот стали ждать своей участи, ну что мы там получили, мы что-то не получили. Буквально за минут за 10, наверное, до начала пресс-конференции ко мне подошла директор фестиваля Наталья Николаевна Полукарова и вручает такой конвертик запечатанный. Это как-то так, можно сказать, даже в тайне от всех. Я говорю, а это что? Это вам завтра нужно обязательно быть в палатах храма Христа Спасителя. Я говорю, а что тут? Тут пригласительный билет с местом. Вот это вип-ложа, вы должны быть обязательно. Завтра будете получать. У вас очень хорошая награда. Вот прям Николай Петрович, он очень переживал. Вот вы, он там вот... Такая интрига. Да, интрига. Я смотрю на нашего директора, у него глаза так округлились немножко. Но я, честно говоря, сам был удивлен, потому что нас пригласили сюда. Думаю, 9 число вручения бронзовых витязей, значит, бронзовый витязь мы, наверное, не получим, если завтра нам что-то надо получать. Интрига. Думаю, серебро либо золото. Что же сегодня будем получать? И вот пресс-конференция началась, много было слов сказано, критики, что-то говорят. И вот как бы началось вручение бронзовых витязей. И это было тоже, то есть, как бы так, немножко даже неожиданно. Дипломом, специальным дипломом жюри награждается Роман Колотухин, режиссер спектакля «Ночь Гельвера», за актерскую работу в этом спектакле. Вот этот диплом за роль Гельвера в спектакле «Ночь Гельвера». Здорово. Прекрасно, да. Я порадовался там, все здорово, замечательно. И вот наступает 10 число. Мы все отправляемся, вся труппы театра, директор, все отправляемся на вот эту... На церемонию. На эту прекрасную церемонию замечательную. Причем у меня сначала ощущение было, когда в эти палаты храма Христа Спасителя зашли, ощущение, думаю, в таких местах обычно там Оскара вручают. Вот так все, так все торжественно. Ну и вручение состоялось. От этого еще волнительнее, к слову, доставлено. Да, я, поскольку пригласительный билет с местом был только у меня, я так как-то нагло очень поступил. Я Александру Пряху посадил рядом с собой. Правильно. Я говорю, если кто-то подойдет, я, говорю, лучше встану. Но вот Александра, она должна быть рядом. Потому что мы этот спектакль рождали вместе. И вот она сидела, там есть фотография. Она очень счастливая. Потом встает, что я попросил ее встать. Чтобы тоже зрители увидели эту замечательную актрису. Потому что на своих плечах она этот спектакль вынесла. И меня, и Гельвера вынесла на этих плечах. И вот нам вручили диплом, что вручается приз «Серебряный Витязь» за спектакль «Ночь Гельвера». И непосредственно сам, вот эта серебряная статуэтка. Она действительно из серебра, правильно? Да, она очень тяжелая. Она очень тяжелая. Я подтверждаю ваши слова, Роман, абсолютно. Вот, она очень тяжелая. Это вот такая... И очень красивая. Это награда, да. Я сидела рядом с Романом во время церемонии. Это нужно было видеть, как у него стучит вот так вот сердце. Было видно, как оно стучит. Потому что между награждениями были какие-то номера художественной самодеятельности. Многие коллективы и детские выступали. И это напряжение, оно все накапливалось, накапливалось, накапливалось. Вот, и потом, когда нас назвали, что серебро взял Театр Тихианского флота. Конечно, это такие незабываемые ощущения. Потому что, конечно, это гордость. Это итог как бы большого труда. Потому что я знаю, что Рома вынашивал эту идею, вот это желание поставить этот спектакль, он вынашивал лет семь, да, Рома? Ну, достаточно долго, да. Он долго вварился с этой пьесой. Поэтому он, для него это настолько, ну, большая награда. И не только для него, и для театра, естественно. И, конечно, когда он пошел на сцену, чувство гордости я испытала. Даже передать не могу. Вот. Ну, у нас еще начальник наш очень сильно прожил. Самая большая гордость испытал наш начальник, директор. Вот. И его переполняли какие-то чувства, эмоции. У всех по-разному, да, реакция разная на происходящее. Сказал, да. Слова благодарности, в том числе и командующему флота за помощь, оказанную нам. Вот. Поэтому это был, конечно, очень приятный вечер. Такой, наверное, на всю жизнь я запомню лично. Да? И вот назревает вопрос, такая заслуженная действительно награда. И, конечно, наверняка это стимул к дальнейшему участию. Есть ли какие-то планы, может быть, желания, может быть, или, может быть, наоборот, сейчас вы хотите взять небольшую паузу, а потом опять выстрелить на каком-то фестивале театральном. Ну, знаете, Аня, вот это самое интересное, что когда ты берешь какой-то материал, который у тебя болит, да, вот он настоящий, ну, ты просто чувствуешь, что ты там, ну, что-то вдруг нашел, да. Самая такая вещь, это ведь очень большая ответственность. Особенно вот, когда берешь такой материал. Вот я просто знал, на что я иду, что вот, ну, если где-то ты, правильно, Александр сказала, что это малая сцена, это все понятно, что тут врать нельзя, что зритель все это увидит, ну, и сам материал тоже. Если ты нечестен, да, если ты просто, ну, вот, ничего не получится. И сделать спектакль для того, чтобы поехать на фестиваль и получить награду, это тоже, ну, то есть, грубо говоря, да, ну, нельзя вот сделать вот, там, снять фильм и Оскара получить, да. Спектакль поставить и маску получить, да. Вот, наверное, награды дают, наверное, когда, ну, зритель действительно чувствует что-то, что там что-то, вот что-то там произошло, что-то настоящее. Потому что когда на таком фестивале много достойных спектаклей было. Тот же, допустим, театр на Покровке, у них был прекрасный спектакль «Один день из жизни Ивана Денисовича». Это по, господи, Солженицын, замечательный спектакль, критиками отмеченный. И темы какие-то тоже очень щемящие наши человеческие, это про нас, про нашу жизнь. Ну, вот этот спектакль как-то вот, ну, не тронул, допустим, да, а вот этот спектакль, вот там что-то произошло. Поэтому, когда вот, ну, это действительно большая ответственность, и мы с ней справились. Вот я благодарен просто, да, Александре, благодарен своему второму я, своему, вот, актеру, да, потому что я как режиссер выступаю все-таки в этом спектакле, но что мы сделали что-то настоящее. Вот. А я хочу сказать, что я, честно говоря, не удивлена, что ваш театр победил, взял такую замечательную награду на Международном театральном фестивале, потому что у вас замечательный театр, замечательные артисты. И, конечно, я хочу вам пожелать, чтобы вот этот отклик именно зрителя, потому что, конечно, как вы сейчас, Роман, в принципе, озвучили, для артиста главное зрительское признание. И вот оно у вас есть, и пусть оно будет всегда, и я желаю вам только побед впереди, и, конечно, таких спектаклей, чтобы вдохновление никогда не покидало. Спасибо. Спасибо вам. Ну, а мы со своей стороны хотели бы, все-таки у нас этот год указом президента назван годом театра в России. Давайте ходить в театр, приходите к нам на спектакли, и мы хотим просто вот в вашей студии, в вашей программе лично вам, Анна, за то, что вы вот как-то вот вы боретесь за душу человека, вы уже вот мы второй раз, да, и мы говорим о театре. Наверное, так много никто о театре не говорит, как мы. Мы хотим вот с Александрой от нашего театра подарить вам вот этот вот календарь. Спасибо большое. Это год театра в России, 2019-й. Здесь календарь с театрами. Вот прям вы все это увидите, посмотрите, пусть он висит у вас и напоминает вам в течение этого года, что этот год, он непростой. А мы как можно чаще будем стараться. За год, я думаю, можно привыкнуть к театру, и в дальнейшем ходить в него часто и много. Да, чего я желаю нашим телезрителям. Обязательно тем, кто, еще раз повторюсь, не посетил спектакль «Ночь Гельвера», спектакль «Победитель», пожалуйста, приходите, смотрите и другие замечательные спектакли театра ТОФ и других театров нашего города. Еще раз поздравляю вас с этой победой. Еще раз желаю всего самого лучшего. И спасибо, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова